Есть кавказская пословица, мужчина это не тот, кто умеет воевать, а тот, кто знает, кто его враг. 6 миллионов верующих в Украине, взрослых, в УПЦНП, очень многие из них воюют на фронте, гибнут за Украину. Матери пытаются похоронить сыновей в церквях, чтобы отпели, а им иногда препятствуют и делают это люди, которые занимаются чем-то похожим на очень чистый сатанизм, потому что гнать на церковь нельзя. Услышьте меня, гнать на церковь нельзя. Можно преследовать по закону функционеров церкви, прихожан церкви, если они нарушают законы, занимаются государственной изменой, либо другими видами преступлений, например, криминальных преступлений. Но гнать на церковь как таковую нельзя. Это дурное дело, которое плохо заканчивается для тех, кто это делает и кто пощает. Поэтому это очень тонкая грань толщиной в волос, и различить часто в конкретном случае сложно. Где, например, СБУ работает по госизмене, а где, например, это чистое гонение. Но и разбираться нужно в каждом конкретном случае. Но я против гонений на любую церковь. И я за преследование людей по закону, особенно в военной ситуации, если они занимаются криминалом, либо тем более изменой Родины. Но только все эти вещи, даже если они есть, нужно доказывать. Они должны быть доказательными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова